Длинноносый Северный Икар Длинноносый Северный Икар Моисеевич Владимир Высоцкий Вот что Я уже напризнавался в разных откровениях И вот в книжке «Жизнь в гостях» есть то, чего не было У меня даже в книге, посвященной Высоцкому к 80-летию Это из каких-то дневников моих И это касается трагедии Того, что случилось 25 июля 80-го года И потом 28 числа Что это было за событие в огромной стране Где никто не мог узнать И почему-то все узнали Где запрещены были все виды некрологов Написала Бела Ахмадулина Еще были Все было запрещено Было маленькое объявление в вечерней Москве Ну вот, вы знаете А дальше какие-то для меня новости важные Потому что, как поэта Владимира Высоцкого Я знал с самого-самого начала И это было предметом наших разговоров О том, где позволено нарушать размер Дольник Который очень нравился Высоцкому Но он очень редко его употреблял Но я все равно не об этом О том, что глубина Сказанного Высоцким Ну Она оказывается Эта глубина оказывается Высказанной Но не узнанной в начале Например Вот самое простое Спит капитан И ему снится Что открыли границу Как ворота в Кремле Ему нафиг не нужна была чужая заграница Он пройтиться хотел По ничейной земле Почему же нельзя Ведь земля-то ничья Ведь она нейтральная Она нейтральная по глазу И так далее Там есть Глубина Хотите, можно сказать Глубина намеков Или даже просто Сегодня это Это так выглядит Когда речь идет О границах и о визах А вот Есть даже еще более глубокое Откровение Стихотворение, которое исполнял Анатолий Попанов В театре Сатиры Володя написал песню Которую Большинство в этом зале знает Вздох глубокий Руки шире И я очень люблю Страфу, которая читается так Не страшны дурные вести Мы в ответ Бежим на месте Выигрыши даже начинающий Красота среди бегущих Первых нет И отстающих Бег на месте Общеукрепляющий Примеряющий Примеряющий Но и укрепляющий Я вас уверяю Это правда удивительно Мой драгоценный друг Юрий Висбор Необыкновенная Личность И поэт И прозаик И альпинист И чудо-человек Сказал В гостях В театре на Таганке Где я По своему тамошнему положению В месткоме Я ведал Культурой То есть я был приглашатель Рихтера Райкина Утесова Вот в данном случае Был Юрий Висбор И Незадолго до этого Узнав эту песню Написанную для фильма Володину Он сказал И Володя это услышал Поскольку это был уже потом банкет Сказал Даже если бы Высоцкий Вот написал только эти строки Он должен был бы остаться В памяти Как большой поэт И ни церковь, ни кабак Ничего не свято Нет, ребята Все не так Все не так, ребята Вот это так Несколько лет подряд Это не издавалось А стихи Из архива Высоцкого Они попадали к нам Когда мы делали спектакль В памяти Высоцкого Это вы, наверное, знаете Слышали Он до сих пор идет Но уже не так Как Он был придуман нами Всеми Во главе с Любимовым Как спектакль Где на сцене Все те Кто 16 лет Вместе с Володей Проживали на сцене Вот И И Спектакль Для этого спектакля Из архива попадали к нам Его стихи Вот это простое стихотворение Не как песня А как стихотворение Мне ужасно нравится Оно задушевное Простодушное И правдивое Кто помнит Рыбный день в Советском Союзе? Привет Привет Муру на блюде Доедаю подчистую Глядите, люди, как я смело протестую Хоть я и каю, но твердею Как спаситель И попадаю за идею В вытрезвитель Вот заиграла музыка для всех И старый млад Приученный к порядку Все общую танцуют В физзарядку А я рублю с плеча Как дровозек Танцуют танго Я иду в присядку Объявлен рыбный день О чем грустим Хекс с маслом в глотку И молчим, как рыбы Не унывай Хекс семги побратим Наступит птичий день Мы полетим А упадем так спирту на ушибы Всех Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!